У меня очки Сегодня 8 июня Первый день, когда все может открываться Все разрешено Вот, смотрите, все открылось Все открылось, да, вообще, все открылось Почти все открылось Вот это что такое? Вот это на клубнику похоже Вот и здесь Лечи А, лечи А ну как глаз Снимается оболочка, там такой глаз А потом сидит большая котечка Там не говори, там есть нечего Но приятная чистенькая Такой, как жирнообразная Вот первый день такой, да, получается? Когда столько много людей 8 июня Здесь вот закрыты еще магазинчики Вот этот открыт Что мне тут надо? А ничего мне здесь и не надо Собака не индийского вида какого-то Все открылось Интересный дом, что там? Просто дом Лет 34-е, да? Да, это старые Лет 400 точно Красиво строили А у Санжива был во дворе? Санжая пандит Может и было Ну вот этот, аюрведист Ага Открылся рынок И начали работать Макаки-бандиты Сейчас одна из них Украла у моих друзей очки Вон она сидит Надо привязывать веревочками Очки и шапки Обезьяна просто запрыгивает вам на спину сзади И стаскивает у вас прямо с головы ваши очки Он сейчас сгрызет их просто Да пусть сгрызет Ну это темные очки же Это просто без диоптрии Бандиты, а? Иди сюда Давай очки Ченч Ченч Давай, на Вот это че, а у меня очки Она бросит, а куда они упадут? Она бросит, туда не залезешь потом Да, она не залезет А она такая думает Думает, сидишь Тварь такая Поломаешь, не возьму Не тебе, он только Да не бросать Не надо А калитка открывается А калитка А нет, там замок естит, да? Да Вон она Да нет, да че Там замок А не выбросили очки уже? Куда выбросили? Да вон они валяются А, вон они лежат Да, она уже поцарапала их 10 раз Там уже Да, у меня много че украли тоже так И очки, потом кепки украли Шапки зимой Я же понимаю, что здесь могут хранить Да Я, не, это надо привязывать веревочки И очки на веревочке Так вот у меня Несколько раз уже спасала веревочка Шапки у меня Кепка тоже на веревочке Открылся магазин Вот такой Супермаркет Мини-маркет Это мини-маркет Шиновочки есть Это что, мышеловка, да, вот эта? Да Мышеловка Как компьютерный блок питания Классно Мы прям наблюдаем Здесь он ловит Переходишь в дорогу И туда отпускает И отпускает Ну правильно Что вам продать, пожалуйста Я вместо продавца Вот такой наборчик классный Благоводие О, молодец Да, да, да И треачар Да, треачар Треачар А что это? Качори Это мне Это, как его Мити-мити Шамбала Листья шамбалы Это листья кари Они окончились Это первый день Они открылись, да? Почему? Они каждые Три раза в неделю работали Три раза в неделю Батарейки есть Дюраселы есть Все есть Надо будет запомнить Что есть батарейки Да Вот есть фонарик на голову Удобно ходить Вечером Вечером Правда, нельзя ходить еще Вон я вижу Беруши есть Чтобы шума не было Мочалки есть Ножи Вон ситечка хорошая, кстати Надо мне ситечка купить Хорошая У меня такое ситечка Стремное Хорошо в Индии жить Все есть За копейки Да, вот приправы Любые приправы Вообще Для любого индийского блюда Пожалуйста Ничего не надо сочинять и придумывать Купил приправы Я, наверное, куплю себе шоколадку Хочется Шоколаду Шоколаду Вот здесь Так Темный шоколад С миндалем, да Ровно стольник стоит Вот этот темный шоколад 100 рупасов Смотрите, косметика Хорошая индийская Косметика качественная Алоэ, вера, гель Очень хорошая вещь Для лица Сейчас я шоколадку приду домой Положу в холодильник Она замерзнет Будет вкусно Потом с чаем попью Это кофе Растворимый Низкафе Голд Вот это какой-то Давыдов Вы знаете, что за кофе Давыдов? Я не знаю Такого кофе Вот зеленый кофе Тоже не знаю Что такое зеленый кофе Интересно было бы взять Попробовать, конечно Зеленый кофе Это джем Фруктовый Из разных фруктов Микс фрукт джем А это вот Оливковое масло Но ценников нету Ценники все написаны На коробках Поэтому они Ценники не повесили И нам непонятно Сколько что стоит Вот так сходу Здесь зубные щетки Это всякие вкусные печенюшки Действительно хороший магазин Здесь, да? Это вот подарочный набор Специй такой Красивый И много всяких баночек Баночек, баночек Конечно Супер Смотрите, друзья Какие хорошие сумочки Чтобы носить Небольшую камеру Видеокамеру Особенно вот это Мне нравится Здесь вот отделение есть Есть отделение Харибол Вот, друзья, магазин Хороший Смотрите По-русски написано Разнообразные Специи Веда Индийский подарочный Чай Косметика Все открылось Вот он Ой, базар в действии Мне даже страшно От этого всего Как-то Очень непривычно За три месяца Почти привыкли сидеть Дома Привыкли, что все закрыто Это магазин Ганготри Вот он Там, смотрите Там как в больнице Чистота Все разуваются Оставляют свои Шлепанцы здесь И заходят туда А там все белое Все стерильное Все в масках Как в операционной Реально А вот здесь на входе Вот такой санитайзер А вот эти сандалии Могут обезьяны украсть Реально Вот поэтому Лучше класть Вот в такую клетку У меня у друга Сандалии украли Обезьяны Хорошие Кожаные Дорогие Мы потом Забрали Правда Но погрызла Обезьяна Он вот так вот Положил И пошел в храм Там на парикрамной Дороге Обезьяна Это один взяла У него сандаль И на крышу И давай Грызь его А вон очки О, охладители Воздуха Продают здесь Это Такие же Устройства Как и у меня По такому же Принципу Работают Но только Они идут Абсолютно Разных Размеров Вон есть Какой Гигантский Просто Гигантский Охладитель Воздуха Рады Рады Вот это Они параллельно Одинокий магазинчик Грустный Грустный Такой сидит Деньги платить Воздух Воздух Не знаю, кусается он или нет, но он очень хорошо прыгает. Это такой прыгучий паук, их тут много. Ну, я ходил просто поснимать видео, посмотреть, потому что сегодня первый день вот этой фазы открытия всего. Текущий локдаун, он до 30 июня, но вот первые 8 дней еще так было все закрыто. И сегодня 8 июня, и такой день, когда всем разрешено уже открыться. Вот я тоже кое-что купил. Купил шоколадку вот такую, сейчас я ее положу в морозилку. Она застыла и попью чаю потом. Купил йогурт. Йогурт это я буду делать ласи или просто для еды. Вкусно рис с йогуртом делать и другие блюда. Панир купил, сыр. Это из продуктов. И, друзья, самое главное, я купил клеевый пистолет себе. Не знаю, почему я раньше его не купил здесь. Это очень полезная в хозяйстве вещь. И, в общем-то, вот этот пистолет 250 рупий стоит. И он очень хорошего качества. Ну, лучше, чем, по крайней мере, тот, который у меня во Владивостоке. Я смотрю, что он неплохого качества. По крайней мере, просто вот так визуально. Здесь есть выключатель встроенный. Ну, посмотрим, как он работает. И для пистолета 5 вот таких вот отрезков клея. Один кусочек стоит 10 рупий. 10 индийских рупий. Вот 5 пока купил, мне хватит. Думаю, надолго. Если надо будет больше, пойду куплю снова, потому что рынок уже работает. Вот такие небольшие покупки. Шоколадка классная, кстати, шоколадка. Сейчас мы ее заморозим, и я буду пить чай. Что-то я соскучился по шоколаду. Давайте положим в морозилочку, чтобы быстрее было. Мой холодильничек, морозилочка. Там у меня лед. Вот, пусть полежит. Здесь у меня чай кипятится. Кипятильничком, который я починил недавно совсем. Толстый провод ему приделал. Кипяток у меня для каши. Я хочу сделать овсянку, потому что я сегодня еще не ел ничего. Не завтракал. А уже полдня прошло, уже 12. Смотрите, друзья. Только несколько орешков съел арахиса. Худею. Ну, не особо хочется есть в жаре, конечно. Вот такой у нас жесть шторм, друзья. С дождем. Обалдеть. Что делается? Смотрите, ураган настоящий. Просто какие-то волны, волны дождя. Ничего себе, какой тропический ливень. Вот это да. Вот это да. Я такого никогда не видел. Ой, как холодно. А, такой воздух, как из кондишки. Конечно же, электричества нет у нас у меня. Аварийное освещение горит. Что в коридоре творится? Пока закрыт окно. А то прямо так ощущение, что оно вываливается. Как будто ему выбивает ветром. Стихия, друзья. Аварийное освещение. Ну, какая у нас принцесса тут есть. Вот смотрите, друзья, да? Вот такая принцесса у нас живет в доме. О, а это другая принцесса. Что-то ей дали тут. А, я палку забыл. Без палки здесь ходить нельзя. Надо палку. Пошел за палкой. Парень уже по-русски кричит. Арбузы, арбузы. Научили. Арбузы. Арбузы. Бананы. Арбузы. Арбузы. Бананы. Дыни. Дыня. Дыня. Дыня, дыня. Бананы. Арбузы. Арбузы. В общем, одно надо взять, второе надо взять. Два раза возвращался. Маску забыл эту дурацкую. Потом палку забыл. Красивая корова. Вон эта стая обезьянок. Вот сидит обезьяна, у нее ребеночек маленький. Такой хорошенький. Красивый. Как это сказать? Обезьяненок. Макакенок. Они все хорошенькие, красивенькие, пока маленькие. Вырастают и становятся бандитами. Как люди прям. И вот сейчас вроде все взял, пошел. Друзья, у нас облачно, у нас. Я даже замерз под утро без всякого вентилятора. Окна открыты были просто. Наверное, 23 было. Вот судя, если посмотреть по одному из сайтов прогнозов этих погодных, то вот текущая температура была у нас 23. Самый минимум. Вот этот билборд, его потрепало ураганом. Все рекламы поулетали куда-то. Все сорвало. Вот. Кусок этой рекламы валяется. И парень там уже работает над восстановлением этого всего. У нас не было электричества. После урагана ровно сутки, друзья. Ровно сутки. Можете представить? Мы сидели без электричества сутки. Ну и, соответственно, конечно, воды не было. Когда закончилось, через несколько часов, после отключения электричества, у нас заканчиваются танки. Хоть там большие объемы воды на крыше, несколько тонн воды запасаются. Но у нас много людей сейчас в доме-то живет, да? Полный дом зависших здесь людей. В основном из Украины, из России. И вот через несколько часов, после того, как отключается электричество, если оно не возобновляется, то у нас заканчивается вода в этих танках. И мы, соответственно, без воды живем. Ну и я теперь все время запасаюсь. У меня литров, наверное, 30 воды всегда в ведрах стоит. Поэтому я нормально душ принимал там и еду варил себе немножко. Электричество вернуло столько к вечеру уже, после заката, после 7. То есть ровно сутки они ремонтировали. Вроде бы где-то здесь несколько столбов повалило и порвало провода. И вот они, вот эти провода и столбы ремонтировали сутки, 24 часа. Вы знаете, что есть такие ветра. Ну сделайте нормально, сделайте эти провода так, чтобы они выдерживали такие ветра. Нет, они вот сейчас порвало. Они опять, наверное, вот поставили их на место и прикрутили провода опять так же. До следующего ветра. Ну вот так вот в Индии все это происходит. У нас тут красивые рисунки на стенах. Все стены изрисовали во Вриндаване. Но это специально сделали, чтобы было хоть как-то симпатично. Вот эти люди, которые здесь изображены, они такие очень схематичные. Я бы, наверное, тоже так нарисовал. Здесь не нужно быть художником. Но прикольно, прикольно. Вот собака. Это собака. Собака больше похожа на собаку, чем человек на человека. О, чайшоп открылся. О, чайшоп, вау. Как дела? Хорошо. И ты? Как дела? И ты? Корона. Корона? Нет корона? Нет корона. Нет корона. Нет корона, чайшоп, окей? А, да. Чайшоп. Ну, здесь можно посидеть, друзья. Чистая скамейка. Если только посидеть, здесь можно и выспаться на этой скамейке. И никто вам слова не скажет. Ой, какая она прохладная. Я уже начал забывать, как это чувствовать прохладу во Вриндаване. После месяца вот этой тепловой волны. Ну, по правде говоря, тепловая волна была не месяц. Она была, наверное, две недели. Вот такой температуры за 40. Но две недели тепловой волны, это тоже не шутки. Много людей умерло. Была температура в зарегистрированном этом году рекордная здесь. Рекордная температура. 10 лет такого не было. И довольно много людей умерло во время вот этого вот повышения температуры выше 40 градусов. 46-47 было в Дели зарегистрировано в этом году. Есть люди, которые работают на улице, которые просто, ну, не могут переждать это где-то в помещении, в прохладном, как я. И этим людям плохо, они могут умереть от теплового удара, даже индийцы. И так вот многое, говорят, умерло в Дели, в больших городах, где был вот этот, где была тепловая волна, так называемая. Хорошо здесь на скамейке, но, наверное, я сейчас пойду домой, возьму велик и куда-то съезжу подальше. Это пешком не очень, я уже отвыкать пешком здесь. В общем, все происходит так, как я предсказывал, друзья. Опять продлили локдаун, это уже локдаун номер 5. И они называют 5.0. Зачем добавлять этот 0 через точку непонятно, потому что не бывает здесь локдауна 4.5 или 4.3 и так далее. Они все с круглыми цифрами, поэтому сейчас у нас с завтрашнего дня начнется пятая фаза. Наверное, самая длинная до конца следующего месяца, до конца июня, завтра, 31 мая. И послезавтра уже начинается июнь. И вот до конца июня, до 30 июня будет пятая фаза. О чем я всем рассказывал с самого начала еще, друзья, еще с апреля, когда все это начиналось, я говорил, что будет. Друзья, не расслабляйтесь. Все такие, мои знакомые говорили, а вот сейчас закончится очередная вот эта 2 недели локдаун, и мы куда-то поедем. Я им говорил, ребята, никуда вы не поедете, забудьте про это. Будет локдаун номер 2, номер 3, номер 4, номер 5 и номер 6 здесь будет. И мне не верили, типа, ты ерунду говоришь какую-то. Вот, а приводили аргументы, что какой-то мальчик, 14-летний мальчик из Индии, вот, предсказал, значит, что в начале мая или в середине мая. Ну, вы помните, вот эти видео ходили, чего только. Я не насмотрелся, не наслушался какой-то конспирологии, каких-то предсказателей. Я не насмотрелся за время этого локдауна, за время этой хрени. Какой-то 14-летний мальчик, ясновидящий там предсказал, что в мае, в середине мая все закончится, все откроется, и все будет как раньше в Индии. На самом деле, не верьте никаким 14-летним мальчикам, никакой самый умный мальчик не может вам ничего предсказать. Но вот мои предсказания сбываются, и я не являюсь ясновидящим или каким-то провидцем там, или астрологом. Я просто смотрю на ситуацию в общем, я читаю индийские новости, я читаю все новости на английском языке, я смотрю графики распространения этой хрени в Индии. Обезьян надо обороняться от обезьян одновременно. Я смотрю графики распространения и просто делаю чисто научные выводы, никакой интуиции тут нет. Есть такое определение понятия интуиция. Интуиция это дитя информации. То есть информация это мать интуиции. И все люди, которые делали какие-то предсказания, которые сбывались частично или полностью, они просто экстраполировали ситуацию на будущее, используя текущую информацию, используя текущие данные. Видите, обезьяны на меня нападают. О, видите, что делается. Будут какие-то послабления, но Индия полностью не откроется. А вам проехал целый милицейский эскорт. Я камеру как раз выключил. Целая куча полицейских машин с мигалками. Наверное, какого-то высокопоставленного чувака. Тут возили по городу. Постепенно будут открываться сообщения между штатами. Вот именно в этом месяце. Но очень медленно, очень постепенно, очень осторожно. Они будут все это открывать не сразу, не в один день. Поэтому я не знаю, кто хочет куда-то уехать в другой штат. Например, в Гималай отсюда может. Но я знаю, многие люди хотят уехать отсюда в Гималай. Но я не представляю себе, как это можно будет сделать. И какие-то, наверное, будут сложности. Надо будет какое-то приложение ставить себе. Это противовирусное на телефон. И что-то, какие-то, может, справки надо будет делать. И по приезду в другой штат, возможно, вас запрут куда-то на карантин. В общем, неизвестно. Наверное, пока лучше не дергаться никуда отсюда. По крайней мере, в месяц июня. Посмотрим. Ну и я читал, что планируется постепенное открытие международных сообщений. И с момента открытия международных сообщений уже не будут продлевать застрявшим туристам визы. То есть вот как только откроются международные перелеты, с этого момента визы продлеваться не будут. То есть, вернее, будут еще месяц. Месяц. Месяц после открытия вот такой коридор. То есть если у кого-то виза закончилась, ее продлевать уже внутри страны не будут, надо будет человеку, увы, езжать в течение этого месяца. У кого визы есть, еще действующие они. Они на законных основаниях могут оставаться в стране, пока у вас есть виза. Но когда виза закончилась, вам, естественно, ну как и обычно, нужно будет уехать из страны. А новую визу вы уже не получите до полного открытия страны. А полное открытие будет, скорее всего, когда будет вакцина. Вот это план такой. Это такая стратегия у нынешнего индийского правительства. Они ждут вакцин. Ну, конечно, его локдаун уже ослаблен. И людям просто уже надоело сидеть дома. Им нужно работать, зарабатывать деньги, как-то кормить свои семьи. Несмотря ни на что, несмотря на то, что тут растет количество случаев, они все выходят на улицу. Все это открывается. Такое впечатление, что все мы находимся внутри какого-то постапокалиптического фильма. Вот здесь белки. Они вообще ничего не боятся. Белки, пальмовые белки, похожие на наших бурундуков. Такие ребята классные. Бегают вдвоем, втроем, стайками. Что бы это значило, я не знаю. Может, это агитация, чтобы носить маски. Парень едет на мотоцикле в очках, в маске. Весь что-то расписан, разрисован. Такой красивый очень. Желтый. Собачка тут спит очень сладко. Я бы тоже так здесь поспал. Уснешь так, а проснешься, на тебе ничего нет. Обезьяны раздели. Обезьяны – это самые здесь главные бандиты во Вриндаване. Корова какая-то за мной увязалась. Что ж такое здесь? Зверинец какой-то. Здесь у дядечки тоже чайшоп, видимо, открылся уже. На самом деле, друзья, вечером 29 мая у нас ураган был довольно серьезный. В городе повалило много деревьев. Некоторые деревья упали на электрические провода, их порвали. Повалило столбы, на которых закреплены электрические провода. И, кроме того, также пострадал наш дом. Наверное, вы видели, на пятом этаже у нас небольшой храм. Вот в этом храмовом зале у нас довольно большие стеклянные окна. Одно такое стекло выдавило ветром. В это время как раз наверху был наш менеджер. Когда под напором ветра взорвалось это большое стекло, осколками его поранило довольно сильно этого человека. Пришлось вызывать скорую. Скорая приехала, конечно, только после того, как ураган несколько ослаб. Потому что в разгар этого явления невозможно было перемещаться ни пешком, ни на машине. Увезли его в госпиталь, сделали перевязки, наложили несколько швов даже. Ну и потом отпустили домой. В общем-то, все хорошо с ним. На самом деле, все нормально, все обошлось. Но вот он мне рассказывал, что вот этот взрыв, когда вылетело стекло, был такой силы, что вот этой взрывной волной, волной ветра его сбило с ног. И что вот эти осколки стекла, они летели с такой силой, что врезались в противоположную стену, как пули. И, в общем-то, он легко отделался несколькими порезами. Хотя он говорит, что, наверное, могло и насквозь его пробить, как пули. Вот так у нас, друзья, здесь бывает совсем не скучно. На этом позвольте откланяться. Это был Олег на канале India Magic TV. До следующего видео. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте вступать в нашу открытую группу в Facebook по ссылке в описании. Ставьте ваши лайки. Пишите ваши комментарии. До свидания, друзья. Всех благ. Намасте. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»